В разговоры ходят разные, что сейчас якобы начнется какая-то централизация, и они последуют лишения каких-то полномочий. Ни в коем случае у нас у всех, у каждого есть свои полномочия, которые необходимо выполнять. Поэтому если мы с вами договариваемся о нормальных партнерских взаимоотношениях, они до Коломии будут, задача районной власти понятна, кроме тех непосредственных, по непосредственной зону ответственности, я сейчас имею в виду, в первую очередь, это социальные вопросы, образование, медицина и так далее. Этим, естественно, мы будем заниматься, и вас, конечно, тоже просили помогать в этом. Но те вопросы, которые есть у поселений, если проблем на территории поселений нет, то, в принципе, мы будем благодарны, если нам не придется вмешиваться в ваши текущие, мои дела. Я сейчас, вот некоторым из вас, с кем мы общались, что-то рассказывал, я сейчас общаюсь с чиновниками администрации района, всех приглашаю, многих знаю, кого не знаю, знакомлюсь. Прошу каждого в двух буквальных словах охарактеризовать, что происходит в отрасли. В основном все мне начинают говорить о том, что Сергей Александрович, по нашему направлению, все идет нормально. Все идет нормально, особенно у нас проблем нет, все мы делаем вовремя, все хорошо. Всем задавите на тот же вопрос. Если у вас все хорошо, почему произошла смена глава? Значит, не все хорошо. Это первое. Это моя позиция. Значит, было не все хорошо, и значит, изменения, в том числе и в силе работы, и в наших взаимоотношениях, и внутри администрации они, конечно, будут. Второе. То, что сегодня произошло с главой района, это не победа никого из здесь присутствующих. Я хотел бы сразу это сказать. На самом деле, это общее поражение района, потому что, в любом случае, глава района, это был член команды, сегодня его нет, произошли изменения. И хорошего в этом, я не... Сейчас не веду персонально, я просто по факту. Хорошего в этом ничего нет. В этом не хотелось бы, чтобы все-таки наш район представлял собой именно одну, единую команду, и вот управленческая часть. Эта команда, она все-таки была едина, а для этого, кстати, просто нужно больше общаться, больше доверять друг другу. И если какие-то вопросы появляются, их необходимо друг другу задавать. Мое понимание текущей работы, в первую очередь, следующее. У нас, ну, у вас, в первую очередь, на сегодняшний день, на сегодняшний день у нас, наверняка есть чем похвастаться, и друг перед другом. Есть масса прессивных вопросов, о которых мы должны говорить, о которых мы должны докладывать, но вместе с тем еще больше у нас проблем. Так вот, мне кажется, что нам все-таки больше, и в публичном пространстве, кстати, тоже, нужно говорить о наших проблемах. Потому что, когда мы показываем, ну, не знаю, какой пример, ну, чтобы быть честным, здравоохранение районной функции, да, вот со седминичьим, когда мы это просто обсуждали, включают телевизор, показывают районную ЦРБ, новенькие палаты, какие-то, значит, там, новые томографы, или еще что-то еще, и никто не показывает старые, значит, никто не показывает очереди, никто не показывает наши поликлиники, и так далее, и так далее. То есть человек, который смотрит, понимает, что не все так хорошо, как показывают. Вот этого делать не надо. Конечно, не надо загублять ситуацию, не нужно показывать только плохое, не нужно говорить только о плохом, Но говорить о проблемах будем, и больше всего, опять же повторяю, и в публичных пространствах будем говорить о проблемах. В общем-то, коллеги, опять же, это моя первая встреча с вами в должности исполнительного обязанности главы района. Как дальше будет развиваться ситуация, посмотрим. У нас с вами впереди непростой отрезок работы. В следующем году нас ожидают выборы главы района, нас ожидает более масштабное событие. Это 700-летие Сергея Раднишского, куда был речен не только город Сергеев-Пасад, но и еще несколько поселений. И район в целом, это масштабнейшее мероприятие, к которому пока мы, к сожалению, не очень хорошо готовы, но работа идет. Я не думаю, что еще какие-то политические катаклизмы у нас есть перспективы на следующий год. Но, в принципе, нам необходимо будет поговорить чаще и о политике, знаете, о муниципальной реформе, которая на сегодняшний день озвучивается руководством области. У нас в сентябре, насколько меня проинформировали, масштабные выборы и в ваших поселениях, во многих, ну, в подавляющем большинстве, тоже к которым надо готовиться, начинать уже сейчас. В общем и целом поработать не будет над чем. Коллеги, есть предложение тогда от некоторой вступительной части перейти сразу к делу. Я бы хотел сегодня услышать от вас, может быть, от тех, кто готов или желает выступить на этом совещании, какие-то первочередные проблемы. Потому что свою главную задачу, как главы района, я все-таки, ну, одну из своих задач, может быть, действительно главную, я вижу в том, чтобы помочь осуществить вот те недостающие коммуникации, которые сегодня есть между поселениями, всеми без исключения, и региональными властями, между поселениями и федеральными властями. Потому что огромное количество вопросов у нас, конечно, все-таки связано с выше стоящими уровнями власти. С нами готовы работать. Более того, личных отношений, учитывая предыдущую мою опыт работы, достаточно. Я готов делиться всеми своими контактами, связями, всей своей активностью с вами в равной степени. Главное, чтобы от вас, еще раз повторюсь, было реальное желание также идти навстречу, также быть открытым. Друзья мои, на этом я коротко-соступительное слово заканчиваю. Еще, кстати, один вопрос, о котором я забыл сказать, немаловажный. Сегодня мы собираемся с вами не в Сергиевом посаде, не в администрации, не в красивом дворце Дольной культуры, например, Гагарина. Сегодня мы собираемся здесь, в поселении. Поэтому я считаю, что подобного рода совещания и дальше должны проходить именно у вас на территории. Потому что касаются именно района, не только города. Да, придет время, мы и в городе соберемся. Я думаю, Вася Гумище нас с удовольствием пригласит в гости. Но подобного рода совещания будут проходить по очереди в каждом поселении. Будем приезжать, разбирать, смотреть на ваши проблемы, чем-то помогать, поотсказывать, делиться опытом. Это вот некоторые, может быть, тоже этим называемые литров работы. Это не просто территориальная привязка. Это, опять же, повторю, суть моего понимания работы именно районной власти и нашей совместной команды. Коллеги, тогда через предложение перейти к нашим текущим вопросам. Я, что запланировали несколько выступлений глав поселений о главных проблемах в поселениях, я просил, вот тогда коротко, в режиме нескольких минут, какие-то проблемы озвучим. Значит, сразу хочу сказать, протокол у нас, служба протоколов здесь наш, да, ведется. То есть мы все записываем, потом поручения мы соответствующие подготовим, там, и наши рекомендации, коллеги, и с вами договаривались, что в таком режиме работаем, то вот этих поручений и рекомендаций тогда будем придерживаться. Если договорились, тогда слово хозяину территории, я говорю Станиславичу, пожалуйста, не скажу.